МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При переходе проезжей части многие считают, что достаточно кинуть взгляд издалека на проезжую часть, и этого будет достаточно. Однако же это неправильно. Переходя проезжей части, перед началом перехода вы обязаны остановиться, убедиться. В данной ситуации данное транспортное средство нам заграждает обзор, поэтому нужно обязательно остановиться, убедиться, что весь транспорт либо отсутствует, либо он остановился полностью. Только после этого начинать переходить проезжую часть. Вот девушка идет, пишет СМС или просматривает социальные сети. Находится она при этом на дороге. Дурной, примерно, яркий. В случае с чего в такой ситуации человеку себя не спасти, не хватит времени, поздно заметен. Смотрите в телефон, говорите по телефону, значит, не убедились в своей безопасности. В который раз акцентируют инспекторы ГИБДД. Люди соглашаются. Догадались, почему я к вам подошел-то? Да, потому что разговаривал по телефону. Ну, давайте я вам вначале объясню. С работы позвонили. Это не повод, что безопасно переходить проезжую часть. И вот у вас сейчас машина чуть не сбила. Какая? Ауди? Да не ауди, а... Там Матист, все правильно, про Матист и говорю. Так она пролетела сразу же, так она даже не остановила. Так я вам по это и говорю. Так я аж видел это, правильно? Так вот, чуть не произошло ЧП у нас. Водитель всякий бывает, может, пьяный поедет, вас не заметит. Правильно? Вы не среагируете, чтобы избежать-то наезда. Многим пешеходам легче от мысли. Собьют, водитель будет виноват. Странная логика, учитывая, что после столкновения с машиной человек может потерять не только здоровье, но и жизнь. В мероприятии участвуют внештатные сотрудники ГИБДД. Алексей сам водитель, его ребенок пешеход. По словам мужчины, за чадо свое беспокоится, поэтому с детства учат, как переходить дорогу. Я считаю, что надо повторять каждый день. Родителям это несложно. И детям будет полезно. Как с точки зрения водителя, я ему даже правила объясняю. Правила пешехода и правила водителя. Чтобы прежде, пока машина не остановилась, на дорогу ни в кости не выходи. Но и водители должны помнить о своих обязанностях. Вот девушка не пропустила пешеходов. Не уступили дорогу пешеходам, переходящим по нерегулируемому пешеходному переходу. Подъезжая к пешеходному переходу, вы, когда видите, что пешеходы идут или собираются идти, вы должны снизать скорость, принимать меры к остановке, дать возможность перейти к пешеходу с одного края, прежде всего, на другом, что вы сейчас не сделали. Остановиться и пропустить пешехода – это несколько секунд. Встать, убедиться в своей безопасности и только потом переходить дорогу – тоже несколько секунд. Но именно эти секунды от них могут избавить от лишних проблем, другим сохранить жизнь. Череповецкие водители почему-то думают, что на Октябрьском проспекте организовано круговое движение, хотя это не так напоминают сотрудники ГИБДД. Хотелось бы отметить, что данный перекресток, Октябрьский проспект, улица Насеткина, Шекснинский проспект не является перекрестком с круговым движением. Поэтому все водители должны двигаться согласно всем тем дорожным знакам, которые установлены на данном перекрестке. Кольцевое движение в городе Череповце организовано на таких перекрестках, как улица Краснодонцев, улица Архангельская, улица Юбилейная, улица Краснодонцев, улица Рахи, улица Батюшкова. Ну а также многие водители не придают тому значения, что на проспекте Луначарского, на перекрестке с улицы Коммунистов, также организовано круговое движение. Соответственно, все те водители, которые двигаются по кольцу, имеют преимущество в движении перед теми, кто въезжает на кольцевое движение. Аварии на перекрестках, где организовано круговое движение, нередки. Поэтому сотрудники ГИБДД в который раз напоминают, как правильно заезжать и выезжать с круга. Напоминаем, что двигаться по кольцу необходимо, соблюдая необходимые меры безопасности и правила дорожного движения. Въезжать на кольцо вы имеете полное право с любой полосы. Выезжать же с кольца необходимо с крайней правой полосы, то есть с внешнего кольца. Ну а сейчас слово инспекторам группы розыска ГИБДД. В междневной деятельности мы, как правило, сталкиваемся со схожими материалами, когда водители скрываются с местной ДТП, после чего мы устанавливаем их и без осознанных сложностей виновник признает свою вину и получает за это заслуженное наказание. Иногда мы получаем достаточно сложные материалы, где расследование затрудняется попыткой лица виновного в ДТП, искрывшегося с места попытками запутать расследование, предоставляя ложную информацию, предоставляя какие-то свои доказательства. Также сложность заключается в том, что потерпевшая сторона идет навстречу виновнику и предоставляет нам ложные сведения, я так полагаю, получив предварительно за это какое-то вознаграждение. Хотел бы привести несколько примеров. В одном из дворов по улице Ленина в темное время суток мужчина услышал громкий звук со двора, посмотрел в окно, увидел транспортное средство, которое осуществило столкновение с его автомобилем, после чего скрылся с места. Мужчина успел записать госномер, марку, после чего передал информацию сотрудникам, которые выезжали на место. В ходе расследования был установлен собственник автомобиля, который совершил столкновение. Был вызван данный гражданин несколько дней, пытался доказать, что его не было в данном месте по определенным причинам. Плюс потерпевший в дальнейшем начал менять свои показания, говорить, что за рулем был совершенно другой человек, то есть он не опознал водителя, хотя изначально утверждал, что водителя из окна не увидел, так как автомобиль находился к нему задней частью. Но в ходе проведенных мероприятий вина была доказана, потерпевший впоследствии признался в том, что он специально пытался запутать расследование, получив за это вознаграждение, но вознаграждение он так и не получил и практически остался без возмещения ущерба. По итогу виновник ДТП был привлечен к административной ответственности, получил за это наказание, а потерпевший в судебном порядке взыскал свой ущерб. Поэтому обращаюсь к водителям, к собственникам транспортных средств с просьбой не идти на поводу виновников, которые совершают данное деяние, потому что можно остаться, так скажем, ни с чем. Например, можно привести еще одну ситуацию, где получили материал об уезде с места ДТП. Компания молодых людей распивала спиртные напитки в квартире у своего товарища. Один из молодых людей тайно взял ключи от машины, вышел на улицу в состоянии алкогольного опьянения, увидел девушку, которая вызывала такси и предложил ей отвезти ее в необходимый адрес. Девушка согласилась, так как отдыхала с данными людьми. Присела в машину, водитель не справился с управлением, так как находился в состоянии опьянения, и после чего скрылся с места, оставив машину на месте. Наряд, прибыв на место, начал брать объяснения с лиц, которые имели отношение к данному транспортному средству. Водитель, который совершил ДТП, его товарищи дали объяснение, в котором указали, что за рулем сидела девушка, описали эту девушку. Впоследствии эту девушку пытались привлечь к ответственности. Но в ходе проведения определенных мероприятий вина молодого человека была доказана. Он дал признательные показания, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса. Поэтому обращаюсь к нашим гражданам с просьбой не присаживаться в автомобиль с малознакомыми людьми, которые также находятся в состоянии опьянения, так как вы можете получить определенный ущерб и по итогу стать участником уголовного расследования. Администраторы группы ДТП «Череповца» отправились на улицу Ленинградскую. На некомфортный переход дороги на участке жаловались пешеходы. Горожане обратили внимание на то, что переходить дорогу в этом месте небезопасно. Мы видим, что зебра здесь уходит прямо в заезд к торговому центру. Поэтому люди, которые начинают здесь переходить дорогу, оказываются практически под колесами доезжающих или заезжающих туда автомобилей. Так как пешеходный переход выходит на проезжую часть, на парковочную зону торгового центра, водители, которые совершают здесь маневр, заезжая или выезжая оттуда, у них нарушен просто обзор, и они не видят людей, которые собираются переходить дорогу. Стоит отметить, что рядом с этим пешеходным переходом находится автобусная остановка, и люди, которые выходят с общественного транспорта, они начинают переходить дорогу по диагонали, что тоже создает угрозу, так как водители, они просто не видят людей, которые находятся вне зоны их видимости или выходят сбоку или сзади автомобиля. Обо всем, что волнует череповецких водителей и пешеходов, мы расскажем через неделю. В следующий раз мы отправимся на одну из улиц в Зареченском районе города. Ну а на сегодня это все. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова